Способ выгодно погасить ипотеку. Погасить же ипотеку без больших переплат и более короткий срок поможет уплата части суммы досрочно. При этом наиболее выгодным будет взять ипотечный кредит не на более короткий срок, а с более низким ежемесячным платежом. С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корцакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить новые видео на канале. Итак, оптимальный срок ипотечного кредита согласно расчетам 7 лет. Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплаты на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращение дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита. Важно сохранять баланс между переплатой по процентам и суммой долга. Путь один. Вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет и вы можете уменьшить платеж и будете платить, например, не 30 тысяч рублей, а 28 тысяч. Но срок останется прежним. Или вы можете уменьшить срок, а сумма ежемесячного платежа останется та же самая. У вас и так, и так останется выгода. А что гасить или уменьшать, вы выбираете, исходя из своих предпочтений. При этом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44% в первом квартале этого года. По словам специалистов, более четверти выданных кредитов приходится на программу льготной ипотеки под 6,5%. Эта программа реализуется правительством, остается уже очень актуальной для желающих улучшить жилищные условия. Но здесь присутствует и другая сторона вопроса. Во многом льготная ипотека стала катализатором роста цен на жилье во многих регионах. Цены выросли существенно. И получается, покупатель заплатил больше и дороже. И если пересчитать эту разницу, то ставка получится уже не 6,5%, а выше. Вот и вся выгода льготной ипотеки. Также обсуждается вопрос о том, что для семей с детьми необходимы программы не льготной ипотеки по конкурентным ставкам, а жилищный сертификат для компенсации первоначального взноса. Мне кажется, это было бы отличное новшество для помощи многим семьям. Пиши свое мнение в комментариях на этот счет. Нужно такое изменение или нет? Я напомню, какие виды льготных ипотек сейчас действуют в России? В настоящее время в России действуют 4 программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. Ставку до 6,5% для всех россиян запустили в апреле прошлого года. Она должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но в октябре правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Также действует ставка 6% на ипотеку семьям с двумя и более детьми. Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позже, они могут воспользоваться данным видом займа. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Ставка 3% действует для покупки жилья в сельской местности. Исключение составляет Москва и область, а также Санкт-Петербург. Ставка по 2% действует для покупки строительства жилья в регионах Дальневосточного округа. Государство субсидирует ставку по кредитам на покупку жилья на первоначальном рынке в сельской местности, на вторичном рынке или строительство дома. Заемщиками могут стать супруги с гражданством России, не старше 35 лет и родитель в возрасте до 35 лет с несовершеннолетним ребенком или владелец Дальневосточного гектара. Давайте поставим лайк этому видео, пиши в комментариях свое мнение, что думаешь по этому поводу. Пока!